Собрание старост-академических групп Казанского Федерального Университета. Как позаботиться о перенатых друзьях? Всем привет! В эфире Мерньюз, а в студии Кристина Отёкина. Указом президента России почётное звание заслуженной деятельной науки Российской Федерации присвоено доктору физико-математических наук, профессору Института информационных технологий и интеллектуальной системы Казанского Федерального Университета Александру Элизарову. Отметим, что за последние 15 лет это первое присвоение такого звания учёным Казанского Университета. В целом, по всей стране звания заслуженной деятельной науки Российской Федерации просуждают порядка пяти учёным в год. В культурно-спортивном комплексе Уникс прошли собрания старост-академических групп Казанского Федерального Университета. Подробности в сюжете. В малом зале КСК КФУ Уникс прошло собрание старост-академических групп Казанского Федерального Университета. Староста — это не только ответственный человек, устанавливающий связь между группой и преподавателями. Это человек, который в первую очередь старается помочь группе жить интересно, а также решить все неприятные ситуации и вопросы, связанные с учебой студентов. На протяжении двух лет почти мы с ребятами принимаем участие в различных конкурсах каких-то. Мы отправляем свои работы на какие-то мероприятия, потому что все-таки мы учимся на телевидении, специальность творческая. Модератор собрания, директор Департамента по молодежной политике КФУ Юлия Виноградова, открывая собрание, отметила важность и актуальность таких собраний для студентов, так как именно здесь они могут узнать информацию, касающую организации образовательного процесса, ознакомиться с предстоящими мероприятиями, которые будут проводиться в стенах Казанского федерального университета, а также получить ответы на все интересующие их вопросы. Старосты — это именно те источники информации для своей группы. И в течение учебного процесса всегда есть очень много направлений, очень много вопросов, в которых необходимо именно, чтобы староста освещала их в рамках как раз своей работы. Поэтому у нас традиционно проводятся собрания. В сентябре мы сделали акценты именно на студентов первого курса, потому что они только поступили в наш университет. У них было много вопросов, которые касающиеся вообще организации учебного процесса, условий проживания, то есть и много тех вопросов, которые они задавали как истинные первокурсники. Основной частью собрания стало выступление проректора по общим вопросам Решата Гузейрова. Он поздравил студентов с началом учебного года и пожелал им успехов на занятиях. Большое внимание в своем выступлении он уделил вопросам, которые волновали студентов. В связи с этим, что учебный год только начался, многие вопросы касались военного учета. Также обсуждались вопросы, связанные с частичной мобилизацией. Я прошу вас различать понятия технической мобилизации, именно мобилизационных мероприятий и призывов. Это совершенно два разных направления. Сейчас у нас вопросы технической мобилизации, по сути, подходят к концу. А вот вопросы призыва, даже сегодня большое совещание в правительстве республики, вопросы призыва только-только начинают входить в свою стадию. Подводя итог прошедшего собрания старост академических групп КФУ, организаторы призвали каждого из присутствующих в зале с ответственностью подходить к своей деятельности и принимать самое активное участие во всех мероприятиях одного из крупнейшего вуза страны. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. С наступлением холодов животным на улице все сложнее найти себе еду. Поэтому нашей задачей становится забота о братьях наших меньших. О том, как позаботиться о наших пернатых друзьях, узнавала наша съемочная группа. С наступлением холодов нашим пернатым друзьям все сложнее найти пропитание. Для этого в Казани будут установлены специальные кормушки, которые помогут позаботиться о беззащитных животных, даже когда городские водоемы окончательно покроются льдом. Проведение торгов на размещение в парках вендинговых аппаратов по продаже корма для птиц станет нововведением в этом году. С поздней осени и до весны продолжается сложный период для птиц. Особенно это касается тех пернатых, которые остаются зимовать. На вопрос, с чем это связано, орнитологи отвечают просто. Действительно, птица нуждается в нашей помощи. И это связано в первую очередь с тем, что для насекомоядных птиц, понятное дело, насекомые просто-напросто исчезают. Например, многие наши синицы, которых мы привыкли видеть круглый год, эти птицы радуют всегда нас, скажем так, своим присутствием. Так вот, синицы, хотя они без нас жили миллионы лет, но сейчас, когда, собственно, есть возможность поддержать наших пернатых друзей, нужно это делать. При подкормке важно помнить, что пища должна быть легко перевариваемая. Например, синицы можно дать семена подсолнуха. Как известно, посетители парков нередко используют в качестве подкормки птиц хлеб. В интернете достаточно информации о том, что это может навредить здоровью птиц и даже привести их к гибели. По поводу хлеба сразу хотел оговорить. Очень много вопросов возникает, можно ли, нельзя ли кормить и так далее. Я в данном случае остаюсь при своем мнении. В то время, когда нет ничего, наша подкормка хлебом, хлебом, повторяю, не тортами, не булочками сдобными там и так далее, а именно обычным пшеничным хлебом и так далее, это является поддержкой нашим птицам. Кормушки с подходящим для птиц кормом в этом зимнем сезоне появятся в парках Урицкого и Крылья Советов. В дальнейшем опыт планируют распространить и на другие общественные пространства, где в этом есть необходимость. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Универ Ньюс. Осознанный подход к поступлениям в университет предполагает развитие коммуникативных и ораторских навыков. Отличной площадкой для публичных выступлений могут стать конференции. К примеру, накануне в Елабужском институте Казанского федерального университета состоялась региональная конференция «Юный филолог-2022». Какие темы затронули ее участники, узнаете далее. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялась региональная конференция «Юный филолог-2022». Участие в ней приняли около 60 школьников со всей республики. Программа объединила проекты четырех направлений. Лингвистические аспекты английского или немецкого языка, литература ведения англоязычных стран или немецкая литература ведения, лингвострановедение англоязычных стран или немецкое лингвострановедение, а также переводы ведения. У нас тема была англицизм в русском языке, так как языки связаны между собой, русский язык – это такое развивающееся явление, и влияние английского языка мне показалось очень интересным. Мне кажется, что именно для старшеклассников, которые 9, 10, 11 класс, которые уже, будучи достаточно осознанными и взрослыми, которым предстоит поступление в вузы, поступление в колледжи, я считаю, что это очень важно – уметь выступать перед публикой, уметь отвечать на вопросы и представлять свою точку зрения, и уметь также принимать другую точку зрения. Связующим звеном конференции стала общая заявленная тема – английский язык, фольклор и страноведение. Тематика докладов оказалась обширной – от американского сленга до модных трендов Елизаветы II. Все лето я писала исследовательскую работу, изучала много источников, позже составляла презентацию. Трудности возникали, естественно, как и в любой работе, но с ними мы легко справились. Сами школьники отметили, что участие в конференции для них – отличная возможность расширить кругозор, улучшить ораторские навыки и приобрести опыт подготовки научного материала. Маргарита Михайлова, Екатерина Ощепкова, Денис Сипайлов, пресс-служба Елабожского института КФУ, Универньюз. О самой большой советской энциклопедии расскажет Амир Ахтямов. Большая советская энциклопедия, сокращенно БСЭ, это наиболее известная полная советская универсальная энциклопедия. Выпускалась с 1926 по 1990 год под издательством «Большая советская энциклопедия», сейчас же как «Большая российская энциклопедия». Энциклопедия выдержала три издания. Первое издание с 1926 по 1947 насчитывало 65 томов и дополнительный том СССР, без номера. Второе издание – около 49 томов. Третье же насчитывало 30 томов. Том 24 издан в двух книгах. Вторая – дополнительная книга СССР и дополнительный том «Алфавитный именной указатель», без номера. Мы в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки Николая Лобачевского Казанского университета и у нас в руках 63 том «Большой советской энциклопедии». Данный экземпляр выпускался в 1933 году. Главным редактором издания на тот момент являлся академик Отто Юлевич Шмидт. В 1923 году в госиздате возникла идея издания «Большой советской энциклопедии» по инициативе академика Отто Юлевича Шмидта, занимавшего должность председателя редколлегии. В группу по изданию «БСЭ» также вошли историк-марксист Покровский, критик и публицист Мещеряков, поэт Брюсов, профессор Каган и многие другие. В общей сложности первое издание энциклопедии содержит 65 тысяч статей, 12 тысяч иллюстраций и свыше тысячи карт. Общий объем издания составил 4-3 тысячи авторских листов текста. Средний размер статьи составил 2-7 тысячи знаков. Каждый том содержит в среднем 8-10 цветных географических карт и до 20 иллюстраций, частично цветных, на отдельных листах. Кроме вкладных листов, широко применяются рисунки и карты в тексте. Большая часть иллюстраций была исполнена известными советскими художниками. Для внешнего оформления томов использовались ледериновые переплеты с золотым тиснением и полукожаные корешки. Начало Большой Советской энциклопедии было положено в 1925 году постановлением ЦК ВКПБ, в соответствии с которым было создано смешанное акционерное общество «Государственное научное издание Советской энциклопедии» при Коммунистической академии, которому и было поручено издание энциклопедий. Амир Ахтямов, Никита Акиншин, Универньюс. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие сезона в детском университете. Юные студенты в рамках проекта посетили лекцию кандидата исторических наук на Центр кафедры всеобщей и отечественной истории Гульнары Бурдиной. Они узнали, какой была школа сто лет назад. Помимо этого, участники программы стали свидетелями захватывающего научного шоу профессора Николя. Мне больше всего понравилось, как проводились опыты, надували шарики, как углекислый газ наш ученый делал. И мне понравилось, что мы узнали, что было давным-давно. 19 октября в лицее имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета прошла встреча с руководителем системы образования Республики Ингушетии Ахмедом Парагульговым. В рамках ознакомительного визита директор лицея Лобачевского Елена Скобельцина провела экскурсию и рассказала об инфраструктуре лицея и особенностях преподавания. 19 октября в Доме дружбы народов Татарстана состояла встреча профессорско-преподавательского состава из Нукувского педагогического института с представителями Дома дружбы народов. Гостям из Узбекистана провели экскурсию по культурному центру и рассказали историю становления Ассамблеи народов Татарстана и Дома дружбы народов. Визитеров провели по основным локациям редакции журнала Наш Дом Татарстан воскресные многонациональные школы Музеи дружбы и не только. Напомним, что встреча прошла в рамках стажировки преподавателей Нукувского педагогического университета в Казанском федеральном университете. До 29 октября гости из Узбекистана будут перенимать опыт Татарстана. На этом все. В студии была Кристина Отекина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!